Небо утренней растяга, Жизни важен первый шаг. Слышишь в ней, со страною, Ветры яростных садов. И вновь продолжает с тобой, И в сердцу тревожном ты. И Ленин с тобой, молодой, И юный, октябрь впереди. И Ленин с тобой, молодой, И юный, октябрь впереди. На Советской площади города Видное, центра Ленинского района, стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. Когда-то на этом месте, в молодом рабочем поселке, при Московском коксогазовом заводе, был фонтан. Памятник появился в 80-м году, поскольку в конце 70-х, в начале 80-х, был создан заповедник Горки-Ленинские. И в связи с расширением, как я понимаю, Каширского шоссе, памятник было решено перенести в какое-то более подходящее место. И вот решением исполкома горсовета 80-го года решено было памятник перенести, разместить его в сквере Дворца культуры Московского коксогазового завода, то есть на Советской площади. Край, где мы с вами живем, носит имя Ленина с первых лет жизни новой республики. И назывались наши земли Ленинской волостью. Она образовалась в 18-м году, когда объединили Нагатинско-Люблинскую, Зюзинскую и Царицынскую волости. И вот все это вместе стало Царицынской волостью, которую в октябре того же 18-го года переименовали в Ленинскую. Ну, почему тогда это так назвали, сказать трудно, поскольку Ленин был жив. А когда в 1929 году произошло уже районирование, образовалась Московская область и район в ее составе, то, наверное, было вполне естественным, что район тоже получил название Ленинский, поскольку большая часть Ленинской волости вошла в его состав. В те годы имя вождя пролетарской революции присваивалась городам, улицам, предприятиям, школам, теплоходам. В нашем районе известный колхоз Владимира Ильича, который прекратил свое существование, и совхоз имени Ленина, образованный на заре советской власти, он процветает и по сей день. Его продукция, выходящая с брендом «Совхоз имени Ленина», пользуется у населения большим спросом. В 1991 году у прежнего руководства было такое желание, но идея была такая. И тогда, кстати, трудовой коллектив, ну, был такой опрос, и я участвовал по замдиректора тогда в этом опросе, мы категорически выразили несогласие с тем, что нужно поменять наше название на так называемый хутор Орешковский или еще какой-то там. Почему? Потому что на наш взгляд тогда, и это было такое почти единое мнение, конъюнктура проходит. Понимаете, у нас вот все время Россия страна с непредсказуемым прошлым. То Сталин хороший, то Сталин плохой, то Сталин опять хороший, то Сталин опять плохой. То Ленин, значит, там великий человек, то он невеликий, она завела страну неизвестно куда. На самом деле все это совсем не так. Вот в тот момент, когда идеи, ну, коммунистические идеи, идеи Ленина, значит, прошли в массы, в тот момент он был абсолютно прав, и это всклухнуло людей на трудовые, на великие подвиги, в том числе. И с именем Ленина связаны и победы нашей на трудовом фронте, и восстановление страны после гражданской войны, и победа в Великой Отечественной войне, и все это было с именем Ленина. Мы тогда, сказав о том, что имя Ленина мы сохраним, ну, преследовали, конечно, и две цели. Первое, во-первых, совхозу было уже тогда 80 лет, на сегодняшний день имя 96, и благополучно дойдем до 100 лет, и у нас для этого есть все основания. Все мы родом из детства, и до сих пор у людей, рожденных в советскую эпоху, живут воспоминания о том времени, когда они считали себя ленинцами. Я вот помню свое вот это вот состояние, когда меня приняли в октябрята, значит, я потом в пионеры, и когда я, это было весной, повязал красный галстук, значит, и специально расстегнул куртку, чтобы все видели, что я пионер, шел вот такой гордый. И, понимаете, как на самом деле люди во что-то должны верить? Либо в победу коммунизма, либо в победу добра, ну, хотя, в принципе, это было одно и то же, потому что, если вы почитаете кодекс строителей коммунизма, то он почти ничем не отличается от 10 заповедей, которые христианство распространяло. И идеология там равенства, братства, свободы, она присутствовала, и мы в это серьезно верили. И продолжаем верить и сейчас, потому что, ну, скажем так, воспитанные в том духе, мы все остались теми же людьми, и что бы ни делали с нами потом, значит, все равно мы верим в то, что есть торжество добра, то, что должна быть свобода, что должно быть равенство. И у нас не было такого принципа, что богатый, значит, умный. Он говорит, у нас все были равны. И были равны, кстати, возможности у всех. И, опять же, не критикую, конечно, ничего, что происходит, но на самом деле, вот у меня чувство, что равенство, которое было раньше, потеряно несколько. Но идеология, которая нам тогда, скажем так, внушалась, она была абсолютно правильной. И все вещи, которые, ну, надо больше работать. Значит, по труду ты получишь то, что ты заработал. Значит, мы были интернациональны. У нас не было межтехнических конфликтов. И если они были, то мы о них не знали. И идеология была совершенно другая. Средства массовой информации рассказывали о передвигах производства, а не о каких-то бандитах или там милиционерах, которые с ними борются, но потом оказываются продажными. И вот эта идеология через телевизор, через газеты, через работу в школе, в комсомоле, она всегда присутствовала. И мы знали, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому это все же именно связано с именем Ленина. С тем, у нас был идеал и жить по-ленински, работать по-ленински. Вот эта фраза его учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Все это было направлением развития общества. Ну и совхоз Ленина, кстати, не сошел с этого пути на сегодняшний день. Мне так кажется. Потому что мы сохранили те же социальные льготы, ту же поддержку малообеспеченным, людям попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Мы фактически сохранили ту самую ленинскую идеологию, которую нам тогда, ну скажем, внушали и с чем мы абсолютно были согласны. Очень хорошо помню ту радость, когда ты вступал в комсомол, когда на районном бюро спрашивали о том, что ты делаешь, как ты видишь себя, когда мы учили кодекс молодого строителя коммунизма. Самая большая гордость была. Впервые в городе Донецке праздновался День города, и тогда тем ученикам, которые имели достижения, училась я неплохо, и была победителем олимпиад по физике, по математике. Паспорта вручали на площади Ленина, и вручали люди, члены партии, известные в то время в городе. И это была особая гордость, когда тебе вязали ленту гражданин СССР, и ты получал паспорт, свой первый паспорт. Это, в общем-то, история, история, которая вместе с нами. Ленинский район тесно связан с именем Ленина. Когда после митинга 30 августа 1918 года на заводе Мехельсона Фанни Каплан стреляла во Владимира Ильича, пули попали ему в ключицу и руку. В поисках места постоянного отдыха и лечения раненого вождя было осмотрено все Подмосковье. После долгих поисков лучшим местом были признаны горки, усадьба Зинаида Григорьевна Рейнбот, вдовы известного промышленника Савва Тимофеевича Морозова, в имении которой было не только электричество, но и, самое главное, телефонная связь. Пули из вождя были извлечены, и уже через месяц после покушения Владимир Ильич, Надежда Константиновна Крупская и сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова в сопровождении доктора приехали в горки. Владимир Ильич распорядился сохранить обстановку усадьбы и ничего специально для него не перестраивать. В течение шести лет Ленин приезжал в горки. И здесь он отдыхал, лечился, писал свои труды, встречался с местными крестьянами. Сегодня сохранился и дом на Каширском шоссе, где проходила первая встреча. Теперь это музей крестьянского быта. Выбрали самый большой дом. Им оказался дом как раз моего дедушки Василия Александровича Шульгина. И вот в этом доме происходила эта знаменательная встреча. Встреча была, надо сказать, длилась около двух часов. Но народу было так много, что вот и потом дядя говорил, Михаил Васильевич Шульгин, мама вспоминала, прогнулся пол от тяжести. Было очень много людей. В одной из комнат музея находится картина художника Сысоева, отображающая момент встречи Ленина с крестьянами деревни Горки, где изображены участники того знаменательного дня. Это Василий Александрович Шульгин, Иван Дмитриевич Макушкин и Александр Михайлович Шурыгин. А это бабушка Мария Федоровна. Встреча Ленина с крестьянами продолжалась так долго, что погасла керосиновая лампа. Владимир Владимирович Ленин пошутил, да у вас еще и света-то нет. И посоветовал на этом же собрании написать заявление московских савнархоз с просьбой провести электрический свет от того электродвижка, где жил Владимир Владимирович Ленин, из той усадьбы. Там стоял электродвижок. И Владимир Владимирович Ленин взял этот вопрос под свой контроль. Электрический свет в деревне появился в том же году. Самым важным вопросом на этой встрече был вопрос, как справиться с бедностью. Крестьяне жаловались о том, что тяжело жить. И вот как раз он на этой встрече посоветовал крестьянам объединиться, объединить свои земли, объединить свой сельскохозяйственный инвентарь и работать на земле сообща. Владимир Ильич Ленин умер в горках 21 января 1924 года. Гроб с его телом несли на руках 4 километра до станции Герасимова, ныне станция Ленинская по Велецкой железной дороге. Об этом эпизоде символично рассказывает сохранившаяся скульптурная композиция на Траурной аллее в Государственном историческом музее-заповеднике горки Ленинские. А вот в охранной зоне заповедника по Каширскому шоссе рядом с полем, принадлежавшим бывшему колхозу Владимира Ильича, памятник «Шагающий Ленин» приходит в упадок. Это место, бывшее когда-то мемориалом Государственного музея-заповедника, находится в плачевном состоянии. Со всех сторон к памятнику подступают строения складских помещений современных олигархов, другие какие-то объекты. Символ советской эпохи, многометровая скульптура Ленина не раз подвергалась вандализму. Никогда не думали над тем, а почему на Украине, как только они начинают разрывать отношения с Россией и до везде, ломают памятники Ленину. Это символ. Вот надо понять, что Ленин – это символ Советского Союза, это символ единения стран, это символ того, что многие, 15 республик уже было, могут жить в дружбе, сотрудничестве и ничего не делить между собой. И ломая эти памятники, вот эти вот, в том числе и фашистовующие элементы, они фактически борются с символом. И нам нужно понять, что Ленин для всех прогрессивных людей – это принцип единения интернационализма. Помните, пролетария всех стран, соединяйтесь. И если ты хочешь разрушить отношения между странами, то должен разрушить символы. Вот поэтому на памятнике Ленину везде идут нападения. Там, где власть потеряла авторитет, где, ну, там происходит вот такие негативные. Это фактически фашисты и националисты борются с символами, которые обвиняют людей. Поэтому мы этого не должны допустить в нашей стране. Понимаете, как? И вот те люди, которые вот сиюминутную выгоду, там, земельный участок хочется продать, для этого им нужно сломать эту, скажем, скульптуру, они просто не понимают, что они прежде всего борются не с, там, как бы не за свой земельный участок, а с символами. Это разрушает основу вообще государства. Я коммунистам сказал, что если, все-таки, не дай бог, дает до того, чтобы его будут демонтировать, мы готовы вот на своем земельном участке, прямо вот, опять же, где развилка между Домодедовской трассой и Каширка старой, прямо его там установить. Потому что на самом деле это память. И это в любом случае Ленинскому району нужно и нам нужно. Владимир Ильич Ленин был вождем социалистической революции и основателем СССР. Культ его личности объединял все социалистические страны. После перестройки и распада Советского Союза началось переосмысление его образа. Очень обидно и досадно, когда потом кто-то начал выпускать книги, выхватывая определенные цитаты из контекста и опошляя работу Владимира Ильича. Хотя, если каждый уважающий себя человек возьмет подлинненько, прочтет это, поймет, что умнейший человек, который действительно мог доступно донести до нас в то время, в общем-то, достаточно молодых ребят свое познание мира, свою философию, свое понимание окружающего. Поэтому я считаю, что имя Ленина с нами, конкретно, если говорить со мной, оно прошло много. И, собственно говоря, я очень счастлива, что так получилось, что с 91-го года я работаю в совхозе имени Ленина. И мне очень приятно, что в нашей школе, в которой я работала с 91-го по 2009-й год, очень внимательно относятся к памяти Владимира Ильича Ленина и очень внимательно изучают Ленина. Конечно, не в том объеме, потому что это уже невозможно. Но, тем не менее, каждый ребенок знает о том, кто такой Владимир Ильич, его заслуги, его роль в истории. К 90-летию совхоза имени Ленина в 2003 году на площади у Дома культуры поселка была установлена скульптура Ленина, сидящего на большой лавочке, на которой можно посидеть людям рядом с вождем. Памятник, который стоит возле ДК, он предназначен для того, чтобы возле него посидеть, вместе с Владимиром Ильичем подумать о будущем, о будущем, о том, что окружает тебя. Но, к сожалению, огромным у нас сейчас могут посидеть и на голове, и залезть на руки. В общем-то, как-то не так относятся к памятникам, как хотелось бы. Но, тем не менее, даже маленькие знают, что это памятник Ленину. Может быть, не знают совсем, кто это такое, но знают, кто. Мне очень понравилось на одном из мероприятий один в один, это был папа и сын, дети рассказывали про памятник, что сидит, улыбается и все время смотрит на нас. Вот такое вот отношение у малышни нашей к памятнику Ленину. У всех может быть разное отношение к Ленину, но оспаривать то, что он является важной исторической фигурой для государства, не имеет смысла. Но а нам и тем более, потому что мы все живем в Ленинском районе. в Ленинском районе. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ